Всем привет! Сегодняшнее видео будет о моей покупке для творчества. Я заказываю разнообразные бусины с сайта Бэйби Бусы. Значит, такие бусы я буду делать. Во-первых, слинга бусы или мама бусы, их еще называют, и также бусы для малышей. Давайте пару слов сказать, что такое слинга бусы для тех, кто не знает. Это такой своеобразный аксессуар для мамы и игрушка для ребенка. Когда мама кормит ребенка, она одевает эти бусы, и ребенок играет с бусами, вместо того, чтобы дергать одежду маме, волосы вырывать, сережки трогать. Названия слинга бусы пошли от того, что мамочки, которые в слинге носили ребенка, стали первые использовать эти бусы для того, чтобы отречь ребенка от своей внешности. Значит, такие бусы изготавливаются из экологических материалов. То есть, это бусины деревянные или из дуба, или из березы, или из сосны. Также деревянные можжевеловые бусины. Они с обалденным ароматом, а вот это антибактериальным свойством. Они еще и лечебные. Эти бусины обвязывают вот такими хлопковыми нитками. Значит, на сайте вы можете приобрести такие бусы, уже готовые. Девочка их сама делает душой, с любовью, очень красиво получается. Или, если вы любите вязать, вы можете купить материалы и сделать самостоятельно такие бусы. Собственно, я заказала себе материалы. То, что я очень люблю делать подарки своим друзьям, их детям. Вот такой пришел мне пакет с отправлением первого класса. Посылка шла мне, наверное, около недели. То есть, очень быстро для нашей Почты России. Ну и заказала я всякие разнообразные бусинки. Сейчас покажу вам, какие. Конечно, это был можжевельник, потому что он даже через пакет обалденно факт. Вот такие бусинки. Сейчас скажу размер. Размер бусинок этих 18 мм. То есть, они большие. Вы можете использовать их для взрослых. Детям будет достаточно тяжело носить такие. Детей я взяла поменьше. Бусины здесь 14 мм. Вот такие я и буду обвязывать. Тоже обалденно пахнут. Ну и которые я не буду обвязывать, просто добавляю в бусы. Вот такие вот 12 мм. Можжевеловые тоже бусины. Я не могу удержаться ни по ним, потому что у меня так обалденно пахнет. Так, ну и для более старших детей вот такие цветные бусины. Желтые, синие и красные. Это 13 мм бусины. Тоже деревянные все, просто окрашенные. Теперь зеленые, малиновые и красные репленые. Вот такие. По-моему, 15 мм. Еще заказала вот такие пуговички с котятками. Желтые и голубенькие. Вот такие розовые и голубые. Пластмассовые бусинки. Заказала немножко, потому что у меня, в принципе, есть большой ассортимент. Значит, бусы я буду делать разные. Для более старших детей, после трех лет, я буду использовать уже и крашеные, и пластмассовые пуговички. Для маленьких, для самых, я буду использовать только экологически чистый материал. То есть деревянные бусины и хлопковые нитки. Ну, какие бусы у вас получатся, зависит от ваших фантазий. Это могут быть вот такие. Или вот такие. Чтобы звенели, я добавила сюда еще губенчики. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Хорошего вам дня. Творите, создавайте. Пока-пока.